Спасибо большое. Спасибо. Второй вопрос. Посещаете ли вы супруга и концерт в городах возле поечественной армии? Да, посещаю. Спасибо. И ещё один вопрос. У вас на вас, вы не покойный мустошный шарфонист, играете ли вы в шарфон? Я играю, но, к сожалению, на любительском уровне, к сожалению, для меня. Но играю. Спасибо. Спасибо. Спасибо за предложение дела вашего класса. Спасибо. И хорошая игра. Спасибо, Геннадий Петрович. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Юрий Павлович. Юрий Павлович. Да, здравствуйте. Задавайте вопросы. Добрый день. Добрый день. Юрий Павлович Верхов. Вы знаете, у меня такой вопрос, который касается, как бы, в большей степени, наверное, всех в Красноярске, даже если ты нашел право, будет ли всё-таки в Красноярске террасплавных завод? Юрий Павлович. Юрий Павлович, я думаю, что вы следите за новостями. Вчера на сессии законодательного собрания край был принят закон о внесении изменений в закон Красноярского края об охране окружающей среды. Суть этого закона заключается в том, что такие производства, как террасплавный завод и иные, относящиеся к категории опасных промышленных производств, не могут размещаться в Красноярском крае, в том числе в городе Красноярске и его окрестностях, без учета мнения горожан. И если горожане против таких производств, имеется в виду не горожане, а жители города Красноярска, либо других муниципальных образований, против того, чтобы такие производства появлялись, то это делает строительство таких объектов невозможным. Этот закон был принят. В ближайшее время он вступит в действие после опубликования. И я уверен, что это ставит окончательно крест на данном проекте, поскольку мнение горожан по этому проекту четко обозначено. Причем не должно быть у вас сомнений в отношении того, что этот завод должен был быть построен за пределами города Красноярска, но в непосредственной от него близости. Закон, который принят вчера на сессии законодательного собрания, позволяет учитывать мнение жителей не только тех муниципалитетов, на территории которых предполагается строительство этих производств, но и тех муниципалитетов, которые находятся в радиусе 60 километров в окрестностях от предполагаемого места строительства. Поэтому мнение жителей города Красноярска обязательно должно быть учтено по данному закону. И для всех объектов, по которым на сегодняшний день не получено разрешение на строительство, а по данному объекту разрешение на строительство не получено, теперь невозможно будет вести разговор о размещении этого производства без учета общественного мнения. А мнение горожан нам известно. Поэтому с моей точки зрения сейчас можно сказать, что строительство этого завода невозможно. Хорошо, спасибо вам огромное за столь полный ответ. Будем все-таки в это верить и надеемся.